Всем привет-привет! В этом видео я хотела бы вам рассказать о своих небольших покупочках, которые я делала в течение двух месяцев. Итак, давайте же начнем. Покупала я больше уходовую косметику, чем декоративную. И давайте, наверное, начнем с ухода за волосами. Первое, что я покупала уже немножко давно, это будут два вот таких вот продукта. Это два продукта от Гарнир, Ультра Дуокс. Первое это шампунь для окрашенных и эмилированных волос, клюква и аргановое масло. Запах у него обалденный. Я один раз уже покупала вот эту вот серию по уходу за волосами. Она мне в принципе понравилась, но этот раз почему-то мои волосы отреагировали на этот уход не очень хорошо. Появилась перхоть после того, как я начала использовать, через неделю после того, как я начала пользоваться этими шампунями. Бальзамом я пользуюсь до сих пор, а шампунь я вот оставила маме, папе. Вот, в принципе, очень хороший запах, очень хорошо вымывает шампунь. Я в принципе была довольна, но, к сожалению, вот на шампунь у меня какая-то реакция пошла все-таки. Поэтому смело рекомендовать могу, потому что пользовалась уже не один раз и бальзам очень хорошо увлажняет, питает волосы. Вот, советую этот комплекс. Следующий шампунь, которым я разочаровалась. Я не знаю, почему у меня такая реакция, но это будет шампунь от Планета Органика. Я у Леночки 864 посмотрела отзыв о этих шампунях. Ей безумно он понравился. Я вот, как увидела, сразу купила. У меня укрепляющий шампунь Хамам для всех типов волос на основе органического масла эвкалипта, корицы и левантийского ореха. Единственное, что мне понравилось в этом шампуне, это то, что он идет с помпой. Так шампунь мне абсолютно не подошел, он мне жирнит волосы, он мне не вымывает абсолютно кожу головы. То есть, как была жирность, так и остается. И в течение дня я чувствую кожный жир на волосах, то есть, я чувствую, что волосы мне вымыты. И мне вот как-то, не знаю, голова начинает чесаться. Не понравился мне абсолютно. Не знаю, может это моя реакция к коже головы. Поэтому вот, разочаровалась я в этом шампунчике, но это сугубо мое мнение, поэтому не могу, не отговариваю вас от покупки этого шампуня. Кто хочет, попробуйте. Многим нравится, но мне не подошел. Следующие будут два продукта по уходу за телом. Это будут два геля для душа. Я постоянно их покупаю, потому что у меня их любит папа. В принципе, я обожаю оба вот этих вот запаха, но вот этот вот от Невея мне нравится больше всего. Здесь обалденнейший запах, нереальный просто. Безумно вкусный, очень-очень молоко и абрикос. Пахнет йогуртом абрикосовым. Крем гель для душа очень хорошо пенится, очень хорошо увлажняет. И я безумно-безумно им довольна. Всем советую. Покупаю, наверное, раз седьмой уже, если не больше. И второй вот тоже наш любимчик семейный. Это гель для душа от ФАМ с алоэ верой и протеинами йогурта. Тоже запах достаточно приятный. Он уже немножко такой свежеватый. Но я довольна этим гелем для душа. Вот, пользуемся мы усердно. В принципе, я могу посоветовать. Мне очень нравится. Дальше, еще перед поездкой на море, я в дорогу покупала, чтобы не тянуть свой Ле Рош Пуссей. Чтобы не тащить полупустую бутылочку и чтобы она не занимала очень много места, я решила купить два вот таких вот уходовых средства от 100 рецептов красоты. Просто в дорогу на море, чтобы пользоваться. И, в принципе, маленькие бутылочки, они плоские, немного места занимают. У меня гель для глубокого очищения, антибактериальный эффект. Вот такой вот лимонный сок, листья эвкалипта и огуречный сок. Очень хороший за свою цену. Он стоит 11 гривен, но очищает очень хорошо. Вот, очень хорошо освежает, не стягивает кожу. Мне нравится. То есть, за свою стоимость неплохой. И второй продукт из этой же серии. 100 рецептов красоты лосьон матирующий. Я на море протирала им личико после пляжа. Брала иногда с собой на пляж для того, чтобы освежать лицо. Он тоже не стягивает, хорошо матирует, убирает жирный блеск. И, в принципе, тоже за свою стоимость неплохой продукт. Дальше купила себе вот такой вот от Нивея невидимая защита для черного и белого. Дездерант, мягкая забота, 48 часов. Запах очень хороший. И, что хочу сказать, мне... Я никогда не любила вот эти вот аэрозоли. То есть, я любила шариковые или гелевые антиперспиранты. Но решила попробовать вот этот вот от Нивея. Много рекламы слышала. И отзывы тоже, в принципе, неплохие. Что хочу сказать. Я безумно довольна этим дездерантом. Он очень хорошо убирает запах пота. Такой ненавязчивый, легкий цветочный аромат. И, в принципе, я довольно хорошо. То есть, убирает потоотделение. В принципе, довольно. Стоит он, по-моему, около 17 или 19 гривен. Очень-очень нравится. И, в принципе, все лето я им пользуюсь. Вот. Могу спокойно посоветовать. Дальше. Из ухода за лицом я купила себе обычную белую глину. Так как у меня кожа жирная, проблемная. Я всегда покупаю этот незаменимый продукт у меня. Белая глина самая обычная. 6 гривен она стоила. Но я думаю, о ней рассказывать много не надо. Обычная белая глина. И давайте по уходу за руками. Опять я купила бархатные ручки. Вот такой вот крем для рук. Основной уход. Устранение сухости. Очень мне нравится. Запах у него обалденный. Очень классный. Такой нежный, ненавязчивый. Приятный запах. Безумно нравятся мне кремы для рук от бархатных ручей. Поэтому смело могу их всем посоветовать. За эти 2 месяца достаточно много лаков для ногтей я купила. Давайте расскажу о каждом. Итак. Первый лак, который я покупала на море. Я забыла все свои лаки для ногтей. И мне вот как облупился лак. Мне нужно было обновить лак. Я купила вот такой вот лак для ногтей от Кэти. 510 оттеночек. Лак маникюрный с глянцевым эффектом. Хороший лак. Неплохой. 6 мл здесь. Держится хорошо. Кстати, вот что мне понравилось. Он в течение 4 дней. Но этот лак держался хорошо. На ногах я его тоже обновляла. Маникюр на ногах с помощью него. И в принципе хорошо держался лак. Я довольна. Не знаю, есть ли у нас в Киеве. Я не видела такую вот марку Кэти. Это я покупала в Крыму. Вот. Хороший лак. Следующий лак в оттеночке 181. Это лак вот такой вот нюдовый оттеночек. Очень красиво на загорелых пальчиках. Держится на отлично. Это Aviva. Оттеночек 160... 181, прошу прощения. Вот. Дальше. Еще один безумно красивый оттеночек лака. Это ярко-ярко-синий от фирмы Ноготов. 109 оттеночек. Ярко-синий цвет. Не знаю, будет вам видно. Безумно красивый оттеночек лака. Очень-очень красивый. Там мелкие серебряные блестки есть. Безумно мне нравится вот эта вот вообще серия лаков. Ноготов. Он стоит 5 гривен, но работает он шикарно. Сносится, наносится в один слой достаточно темным оттенком. Могу смело посоветовать. И последний лак я купила для французского маникюра. И в принципе покупала я его тоже для вот такого вот маникюра градиентный. Да, по-моему он называется. Чтобы был насыщенный оттеночек. Я его наношу как базу в один слой. Просто на ноготки. Сверху делаю вот такой вот градиентный маникюр. Оттеночек так. Это LN какая-то фирма. Не знаю. Покупала его в ближайшем киоске. Просто мимо пробегала. Вспомнила, что нету белого лака. И вот решила купить. Номер 2. Вот такой вот лак для ногтей. Так. Это были все мои покупки. Надеюсь вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Оставляйте комментарии под этим видео. С удовольствием с вами пообщаюсь. Расскажите, как у вас дела. Всем пока.